юра смотри видишь короче я делаю вот такие клинышками вырезы чтобы металл быстрее затекал потому что если оставить просто ровный срез с дырочками то металл будет долго туда проникать а так он поэтому по щели заходит то есть широкого места в более узкое разбегается и быстрее затекает вот так видишь да так тебе советую сделать так она будет легче да и быстрее закатываться все но в принципе знаешь как бы литники можно оставлять широкими довольно то есть и у меня сужение начинается практически только для того чтобы было проще от это как тебе сказать откусывать потом литник от готового изделия чтобы там шейка была тонкая а так литник широкий вот меня тут видно да то есть перемычки между литниками оставлять чтобы не продавливалась там вот в этом месте чтобы не было сплошным срезана куском вот потому что когда отольется будет пластины а так тут как получается такая растопырка из литников которая тонкими шейками такими прилегает к самой отливки потом эти шейки перекусываешь и у тебя литник отваливается ты переплавляешь и отливка более аккуратно и меньше потом обрабатывать вот так вот короче такая короче еще хитрость есть у тебя там вот на этих на домиках смотрю нижний слой он не обрезан то есть я вот эти видишь да сделал такую фигню чтобы здесь был определенный запас объема куда металл то есть дойдет на доходит до планшайбы прям здесь а потом по вот этому клиновидному короче зарезу заходит формы то есть этот вот запас емкость такая она нужна потому что если сделать прям сразу заход металл может очень быстро заполнить ее и начнет наверх подниматься и разбрызгиваться короче в разные стороны то есть вот смотри вот ну тут ты понял да вот эту фигню вот и вот вот такие когда формы у меня совмещаются еще более глубокие вот видишь там я сделал то есть там можно в принципе тоже как бы вниз до самой планшайбы срезать и будет чем больше этот вот запас емкости центровой тем меньше у тебя будет вылетать обратно все потому что бывает там вроде думаешь все классно сделано короче он начинает чуть небольшой уклончик наверх или там бьет чуть-чуть планшайбу при вращении начинает подниматься по стенкам короче металлы пытаться вот сюда прям туда заливаешь а он те обратно лезет вот этот объем он нужен тоже там сделай если у тебя есть возможность там можно прям совсем вырезать вот или просто истончить там прям до предела потому что в принципе как бы ну тебе вот здесь где где вот эти вот литниковый центровый этим там те резина особо в принципе не нужно даже но это как как тебе самому будет удобно вот кстати вот когда такие домики делал меня прям на форме на рамке на самой сделано вот эта круговая штучка вырезана она сделана прям сразу точно то есть имеет профиль такой здесь ровные стенки а здесь она остренькая по этому краю чтобы как раз климат от получился туда ну то о чем я говорил как можно снимать в виде корыца резинки на одну сторону рамки наклеивается скотч чтобы не был перехлёстов между слоями чтобы не было на месте этих стыков никаких ступенек переходов высоты вот туда клеится задний наклеящий слой гладкой задней стороны какая-то деталька вот получается что весь рельеф будет внутрь резинки а задняя гладкая сторона будет формироваться за счет скажем так подложки планшайбы короче и вот я чё говорю то есть можно сделать с одной стороны в принципе то есть тут приклеил на скотч на все запечатал можно с двух сторон сделать но в этом случае лишь двух сторон да но у меня литники в таком случае я делаю то есть в эту форму входящие с этой стороны а там в нижнюю часть с другой стороны чтобы у тебя не было короче одновременно и заливки верхняя нижняя то потом ты задолбаешься можешь себя поломать чем-нибудь когда будешь пытаться все это снять вытащить резинку или резинку испортить или отливки портить каждый раз отливаешь то есть ставишь да там к этому центровой разбежки вот таким образом тебя заливается в ту часть надо другие отливать переворачивать заливается но тут хитрость такая есть что когда ты заливаешь это все металл уже пытается как бы все равно продавить во все неровности если тонкие какие-то прослойки там есть резины может выдавливать так что очень толстая получаться отливка чтобы этого не было я делаю вот смотри мне вижу да тоже двухсторонняя форма этот детальки там для пояса то есть если отливаю эту сторону я ставлю в ту сторону металлическую отливку чтобы она компенсировала высоту вот это вот чтобы не было пустоты потому что как и если и не поставить короче металл начинает выдавливать и получается вместо блин двух миллиметров получается отливка центре 4 то есть она резина туда я просто выдавливает так вот наверх а когда нужно ту сторону отлить я сюда вставляю отливку уже готовы вот вот так вот короче можно сделать короче клеишь на пластину скотч на скотч приклеиваешь детальку заталкиваешь резину если хочешь вторую сделать то на вторую пластину который накрываешь короче рамку также на скотч приклеиваешь я надо вот вот здесь а кстати клеил на двухсторонний тут даже он следы остались двухсторонний скотч короче вот так можно сделать если только с одной стороны хочешь сделать то обычно просто на рамку берешь наклеиваешь берешь рамочку дай сюда сверху скотчиком наклеил слой перевернул на липкую сторону положил детальку и затолкал резиной но тебя будет тогда на как во как ванночка так можно сэкономить еще больше короче смотри видишь вот такие у меня на детальки скобы есть за которые ремень крепится короче застежки вот чтобы это все отлилось то есть запаковываешь дано там резина проникает а потом тебе нужно сделать разрезы она чтобы вытаскивалась то есть она вытаскивается нормально из этих разрезанных мест резина тебя держит все это дело значит не могу на одной рукой не получается затолкать короче вот так вот надо делать то есть вот они такие но они закрываются когда резинка закрывается и все и там держится все проливается там может как конечно тонким каким-нибудь слоем проникнуть в этот разрез но это все в принципе без проблем скальпелем легко убирается там тонкая как фольга такая прослойка если получается она легко вырезается даже точить особо никогда не надо